Добрый день, уважаемые онлайн слушатели! Меня зовут Сергей Багрей. Я менеджер-аналитик официального партнера компании Alpari в городе Киршинев, Республика Молдова. Если меня хорошо слышно и хорошо видно, подтвердите, пожалуйста, одним плюсиком. Вижу реакцию первого участника. Я дождусь реакции всех остальных, после чего, конечно, мы продолжим. Прекрасно. Всем большое спасибо. Напомню, для того, чтобы вы могли задавать вопросы в чате, вам необходимо будет войти в личный кабинет. Ну а в случае, если у вас нет личного кабинета, вам необходимо будет пройти регистрацию на сайте alpari.ru. Пройдя простую форму регистрации, вы получите ряд преимуществ. Во-первых, вы сможете ознакомиться с различными семинарами и курсами по трейдингу на рынке Форекс. Во-вторых, вы получите бесплатный доступ к аналитике от Alpari, в том числе и от ведущего поставщика новостей в мире бизнеса финансов Dow Jones. Ну и, конечно, вы получите бесплатный доступ к торговым платформам, благодаря которым вы сможете начать работать и зарабатывать на рынке Форекс с Alpari. Сегодняшний семинар, как обычно, посвящен анализу текущей рыночной ситуации на основе уровня Fibonacci. Если у кого-то из вас появятся вопросы, пожалуйста, пишите в чате. Я в течение этих 30 минут обязательно отвечу и прокомментирую. Итак, приступим. Откройте, пожалуйста, график по валютной паре евро-доллар. Перед тем, как мы с вами проведем анализ, я еще раз напомню правила проведения анализа. Во-первых, нам с вами необходимо определить направление движения цены. Это мы с легкостью определяем на основе минимальных и максимальных цен двух периодов, в данном случае двух дней. В случае, если максимальная цена предыдущего дня ниже следующей, то в данном случае тренд медвежий. И наоборот, если минимальная цена предыдущего дня расположена выше следующего дня, то, конечно, в данном случае тренд медвежий. Наша задача состоит в том, чтобы, во-первых, определить рождение тренда. Это мы с легкостью определяем на основе минимальных цен и максимальных цен двух дней. И также необходимо дождаться подтверждения, убедиться в том, что действительно тренд есть и продолжает развиваться. И на основе всего этого дальше нам с вами необходимо будет распознать волны импульса и коррекции, на основе которых мы уже с вами растянем линии Fibonacci, расширение Fibonacci, определяя не только вход в рынок, но и выхода из него. Вы уже в курсе, мы уже начали провести данный метод еще в начале этого месяца. Мы еще на предыдущих семинарах определили то, что на данный момент по евро-доллару тренд медвежий. Почему? Потому что в день 3 ноября медведям удалось обновить минимум 2 ноября. Этим самым они подтвердили рождение медвежьего тренда, то, что нам необходимо. Ну и конечно для того, чтобы торговать по тренду, нам необходимо увидеть подтверждение, убедиться в том, что действительно есть тренд медвежий и он продолжится развиваться. И вот как раз в день 4 ноября медведям в очередной раз удалось обновить минимум предыдущего дня. Этим самым на рынке состоялось не только рождение медвежьего тренда, но и подтверждение, то есть развитие. Для этого, опять же, напомню, необходимо найти на вашем графике 3 дня, 3 периода с тремя минимальными ценами, как раз которые обновляются каждый день. Вот они 3 дня. Первый день с одним минимумом. Второй день с другим минимумом, который расположен ниже. И третий день с другим минимумом, который также расположен еще ниже. Три дня с тремя минимальными ценами, благодаря которых мы с вами поняли то, что на рынке есть медвежий тренд и этот тренд продолжит развиваться до тех пор, пока мы опять вновь не увидим три периода, три дня с тремя максимальными ценами. Вот на основе всего этого нам с вами необходимо каждый день торговать по тренду до тех пор, пока у нас не поменяется направление движения цены. А для того, чтобы распознать волны импульса и коррекции, необходимо соединить минимальные цены с максимальными ценами каждого дня. Я вам покажу на примере последних двух дней. В день 9 ноября необходимо соединить от минимальной цены до максимальной цены. Трендовую линию. В день 10 ноября, это было вчера, необходимо соединить трендовую линию от максимальной цены до минимальной цены. И вот только после чего мы с соединили трендовую линию по основным точкам, но в данном случае нам еще остается откорректировать эти линии для того, чтобы нам уже было ясно и понятно, где волна импульса, а где волна коррекции. Я также хочу вернуться немножко назад, именно после того, как мы получили с вами продолжение, подтверждение о том, что тренд продолжается. И хочу еще раз напомнить на то, что мы с вами в основном входим в рынок при коррекции с уровня 50 по фибораччи. Еще раз напомню, наша задача состоит в том, чтобы определить направление движения цены, после чего необходимо распознать волны импульса и коррекции. И вот на основе последней волны импульса мы с вами растягиваем линии фибораччи и ждем коррекцию к уровню 50 по фибораччи. На самом деле, в данном случае, благодаря трендовой линии, благодаря точке, которая расположена как раз в середине, можно обойтись без линии фибораччи, так как нам и так понятно, где находится середина, то есть где находится откат на 50 процентов от основной волны, от последней волны импульса. Итак, в день 5 ноября мы с вами определили то, что тренд медвежий, мы с вами определили то, что тренд продолжает развиваться и в день 5 ноября нам с вами необходимо было выставить ордер на продажу на уровне 1.09 ровно. Как видно, в этот день нам не хватило буквально 2-3 пункта для того, чтобы ордер открылся на продажу. И как видно, в принципе направление было определено верно, но цена ушла без нас. Снижение было на 190 пунктов. То есть те, кто открыл чуть-чуть раньше, сумели войти в рынок на продажу и сумели получить очень хорошую прибыль. А те, кто выставили ровно на 1.09, к сожалению, остались вне рынка, цена ушла без нас. Но опять же, правило из правила, поэтому нужно обязательно торговать по тренду при коррекции. На следующий день, то есть в день 6 ноября у нас было снижение, у нас появилась новая волна импульса. И вот необходимо было уже на следующий день, 9 ноября, открыть ордер на продажу. Но опять же, цена не дошла, буквально 10 пунктов не хватило для того, чтобы ордер открылся на продажу. И опять же, как видно, в день 10 ноября, то есть в день 9 ноября мы снова пропустили движение. Цена снова ушла без нас. Снижение составило примерно 110 пунктов. Опять же, два дня подряд определение было верно с нашей стороны, но остались вне рынка, так как нас не зацепили. Ордер был выставлен ниже, то есть выше. И то, что касается сегодняшнего дня, мы дошли до сегодняшнего дня. Учитывая то, что тренд медвежий, на основе последней волны импульса, которая как раз началась с максимальной цены 9 ноября и завершилась на минимум вчерашнего дня, необходимо определить вход в рынок, с которого мы с вами войдем в рынок на продажу. В принципе, сегодня, как видно, необходимо было войти в рынок с уровня 0.7315. Я всегда округляю. В начале сегодняшнего дня, как видно, состоялась коррекция, нужная нам коррекция на 50% от последней волны импульса. И ровно с этого уровня необходимо было войти в рынок на продажу. Цена сперва пошла против нас. Сейчас у нас небольшой плавающий убыток. Но, опять же, стоп-лосс не был достигнут. Почему? Потому что мы с вами стоп-лосс всегда выставляем выше последней волны импульса. В данном случае стоп-лосс выставляется на уровне 0.795, я бы рекомендовал. 1.0795. Стоп-лосса сегодня никак не было. Цена продолжает снижаться. Я надеюсь на то, что в итоге мы, конечно, увидим продолжение тренда вниз и получим свой профит с третьей попытки. У нас были две попытки. Можно было хорошо заработать, но, увы, нас не зацепило. И цена ушла без нас. То, что касается дальнейших целей по евро-доллару. Для этого есть инструмент расширения Fibonacci. На основе которого мы и определим цели. Растянем расширение Fibonacci на основе последней волны импульса. И также необходимо будет брать в расчет и коррекцию. И учитывая то, что мы с вами выставили стоп-лосс на уровне 1.0795. Мы с вами рискуем стоп-лоссом в размере около 65 пунктов. Минуту, пожалуйста. 0.730 вход в рынок, да. 1.0730. Учитывая то, что мы с вами выставили стоп-лосс на уровне 1.0795, размер стоп-лосса составляет 65 пунктов. В данном случае нас интересует как минимум та цель, по которой мы с вами сумеем заработать хотя бы один к полтора. Полтора раза больше. То есть в данном случае нас как минимум, опять же это как минимум, интересует цель 1.0650. 1.0660. 1.0660. 1.0660. В данном случае Take Profit составляет 70 пунктов. Ну, один к одному в данном случае примерно. Ну и последняя цель, это как раз та цель, долгожданная цель, где мы с вами сумеем заработать хорошую прибыль на уровне 1.0590. Итак, еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что тренд медвежий. На основе этого мы определили вход в рынок с уровня 1.0730, стоп лосс на уровне 1.0795. И Take Profit как минимум. Это как минимум на уровне 0.0660. Но, конечно, самая лучшая цель в нашем случае это как раз 1.0590. Вот такие цели по евро доллару. Я думаю, что в итоге цена продолжит снижаться и мы с вами получим профит. Но пока что идемте дальше к следующей валютной паре британский фунт доллар США. По данной валютной паре, как видно, тренд медвежий. Это мы с вами определили в день 3 ноября, когда медведям удалось обновить минимум предыдущего дня, а в день как раз 6 ноября мы с вами убедились в том, что есть действительно медвежий тренд и есть развитие этого тренда. Вот, кстати, в начале недели, в понедельник 9 ноября мы с вами определили то, что необходимо войти в рынок на продажу с уровня 1.51.20. Пока что, как видно, ордер в рынок. Стоп-лосс необходимо выставить выше последней волны импульса на уровне 1.52.25. Итак, по валютной паре британский фунт доллар США, тренд медвежий. Вход в рынок, как видно, состоялся еще в день 9 ноября. На тот момент мы с вами увидели откат к уровню 51.20 и вот тогда необходимо было открыть ордер на продажу. Вчера цена вяло то шла наверх, то шла вниз. Сегодня вот видно, что цена пошла наверх, но стоп-лосс не был остигнут, поэтому мы еще в рынке. Цель. Итак, цель это конечно очень важно. То, что касается дальнейшей цели по валютной паре британский фунт доллар США, опять же, учитывая то, что мы с вами установили стоп-лосс в размере 105 пунктов, нас как минимум интересует take profit в полтора раза больше, то есть около 150 пунктов. Если установить take profit по первой цели, то в данном случае соотношение составит 1 к 1. 50 и 10, это первая цель. То, что касается второй цели, вот как раз эта цель нас интересует, на уровне 1.49.40. И то, что касается третьей цели, это на уровне 1.48.20. Вот такие цели, ну а пока что в ожидании, без изменения. Вот уже второй день, цена не снижается, но в итоге я думаю, что мы с вами сумеем дождаться этого снижения. Увидим зафиксирование take profit. Аида спрашивает, Сергей, мне не удается смотреть трансляцию, я и не могу найти последнее занятие на ютубе. Больше не будет на ютубе? Будет Аида, обязательно будет. Пожалуйста, терпение, и я начну выкладывать семинары ежедневные на ютубе. Далее, доллар США, швейцарский франк. По данной валютной паре, тренд, как видно, бычий. Подтверждение, что тренд продолжает развиваться, мы получили 5 ноября, когда увидели те три дня с тремя максимальными ценами. И также обращаю ваше внимание на то, что... Вот, кстати, в день 6 ноября нам с вами необходимо было покупать... Еще раз обращаю ваше внимание на то, что в день 6 ноября мы с вами должны были дождаться коррекции на 50% от последней волны импульса. Последняя волна импульса, вот она. И вот на основе этой волны импульса я выставил уровень, с которого необходимо было войти в рынок на покупку. И вот как раз в день 6 ноября те, кто увидел достижение этого уровня, должны были покупать. Я, в принципе, и рекомендовал, и вот, как видно, цена пошла наверх 120 пунктов. Так что примите это к сведению. То, что касается понедельника, то, что касается 9 ноября... Вот, кстати, 9 ноября мы с вами опять же должны были покупать с уровня 1.0010. Я, в принципе, опять же рекомендовал, и, как видно, с этого уровня опять же рост начался, и мы с вами опять же сумели бы зафиксировать прибыль. Итак, по валютной паре доллар США швейцарский франк мы с вами уже должны были войти в рынок два раза. И оба раза удачно. Оба раза мы с вами должны были получить профит. Но, опять же, нас интересует также сегодняшний день. Вот как раз на основе сегодняшнего дня нам опять же необходимо будет покупать. Последняя волна импульса началась с минимум вчерашнего дня и завершилась на максимум вчерашнего дня. И вот как раз с уровня 1.0045 сегодня необходимо было покупать. Как видно, цена подошла к этому уровню. У нас открылся ордер на покупку. Цена пошла сперва против, но стоп-лост не был достигнут. Стоп-лост рекомендую выставить на уровне 0.9990. Пока что цена находится выше уровня открытия. У нас плавающая прибыль небольшая. Теперь, конечно, нас интересует цель. Для этого есть инструмент Рашерли и Фибоначчи на основе последней волны импульса и коррекции. Определяем цель. Первая цель нас не интересует. У нас как минимум интересует вторая цель на уровне 1.0115. И последняя цель на уровне 1.0170. Вот такие цели. Дождемся роста. Дождемся укрепления доллара. И я надеюсь, что в итоге мы с вами получим прибыль. Далее. Доллар США, японская иена. По данной валютной паре тренд бычий. Это мы с вами определили 5 ноября. В тот день мы с вами также определили и развитие тренда вверх. И хочу обратить ваше внимание на то, что в день 5 ноября необходимо было покупать с уровня 121.40. Вот так. И видно, что цена достигла нашего уровня. И вот как раз на тот момент необходимо было покупать. И вот как видно рост состоялся. Опять же это то, что было до этого. Но нас интересует настоящее. То есть в данном случае нас интересует вход в рынок на сегодня. Итак, то что касается сегодняшнего дня. Я обращаю ваше внимание на то, что последняя волна импульса началась с минимум 9 ноября и завершилась на максимум 10 ноября. Но не стоит забывать следующее. Волна считается только в том случае, если максимум последней волны выше предыдущего. На самом деле основная волна вот она. Почему? Потому что вчера быкам не удалось обновить максимум предыдущего дня. Я вам не раз говорил о том, что в таких случаях у нас в принципе боковое движение. И вот в данном случае войти в рынок сегодня нам с вами необходимо будет с уровня 122.60. Если мы с вами сегодня увидим достижение уровня 122.60, обязательно входим в рынок на buy по тренду. Но пока что в ожидании. Далее австралиец доллар США. По данной валютной паре тренд медвежий. И также обращаю ваше внимание на то, что сегодня необходимо было войти в рынок на продажу с уровня 0.70.40. Цена достигла нашего уровня, но как видно цена пошла против. И вероятнее всего у нас сработал бы стоп лосс 0.70.75. Была такая цена сегодня? Да, сегодня была такая цена. К сожалению нас только зацепило и цена начала снижаться. Итак, в случае если кто-то сегодня не открыл ордер на продажу, рынок дает еще один шанс. Вот если конечно цена преодолеет уровень 0.70.40, то можно будет войти в рынок на продажу в продолжение развития тренда. Ну а пока что конечно в ожидании. Ну и давайте определим дальнейшие цели. Это конечно очень важно. На основе последней волны импульса и коррекции. Итак, нас интересует как минимум последняя цель. Нас интересует всего лишь одна цель 0.69.90. 95 даже. Итак, вход в рынок с уровня 0.70.40. Стоп лосс на уровне 0.70.75. 35 пунктов составляет стоп лосс. А тейк профит 0.69.95. 45 пунктов. Вот такие цели на сегодня по валютной паре австралиец доллар США. То, что касается новозеландского доллара доллар США. Тренд у нас также медвежий. Хочу обратить ваше внимание на то, что в день 5 ноября нам с вами необходимо было продавать с уровня 0.66.35. Как видно, эта цена была достигнута. И вот с того момента необходимо было открыть ордер на продажу. И как видно, на следующий день продажа состоялась. 130 пунктов вниз. Но это опять же то, что было. Я почему также показываю то, что было, так как хочу, чтобы вы поняли, где у нас начался тренд, где у нас началось развитие. И, конечно, на основе последней волны импульса сегодня нам также необходимо было продавать. Сегодня необходимо было продавать с уровня 0.65.65. Продажа, как видно, состоялась. Стоп лосс выше последней волны импульса на уровне 0.66.45. Стоп лосс не был достигнут. Цена пошла вниз и у нас по данной валютной паре плавающая прибыль. Ну, конечно, нас теперь интересуют цели. Для этого я растяну расширение Fibonacci на основе последней волны импульса. Почему вот эта последняя волна импульса? Потому что вот как раз минимум вчерашнего дня не находится ниже. Поэтому мы берем расчет вот эту волну. Итак, первая цель нас не интересует. Нас интересует вторая цель на уровне 0.60.40.45. 0.60. 0.60. 0.64. Извините. 0.64.45. И последняя цель на уровне 0.63.55. Ну, а пока что, конечно, в ожидании. И пока что в сплавающей прибыли небольшой. И последняя валютная пара это доллар США, доллар канадец. По данной валютной паре тренд бычий. Вот они три дня с тремя максимальными ценами. И также обращаю ваше внимание на то, что на основе последней волны импульса. Вот она, последняя волна импульса. Началась она как раз в день 5 ноября. И завершилась в день 6 ноября. По валютной паре доллар США, доллар канадец необходимо будет покупать с уровня 1.32.35. Сегодня, к сожалению, мы так и не увидели этой цены. И пока что мы находимся в ожидании. Мне хватило буквально 10 пунктов. 10 пунктов. Цена продолжает идти вверх. Развиваться. Развиваться тренд, конечно. Пока что в ожидании. Если, конечно, мы с вами сегодня увидим достижение уровня 1.32.35. Обязательно входим в рынок на бай по тренду. Со стоп лоссом ниже последней волны импульса на уровне 1.31.40. Ну а пока что, конечно, в ожидании. И цель. Цели по валютной паре доллар США, доллар канадец. Первая цель как минимум 33.40. Вторая цель 34.05. И третья цель 35.05. На протяжении двух, вот сегодня третий день, пока что еще мы не увидели коррекцию на 50% по последней волне импульса. Поэтому в ожидании. И Нина пишет акцент на третий день. И в этот день от 50% по FIBA открываем сделку. Совершенно верно, Нина. Мы с вами ставим акцент на третий день. И вот как раз на основе последней волны мы с вами растягиваем FIBA и выставляем отложный ордер по тренду, конечно, на 50%. По австралийцу Нина пишет, ждем фиксацию свечи часовой. Не обязательно, если была достигнута цель 0.7040, входим в рынок сразу же на продажу. И металлы. Давайте рассмотрим металлы, золото и серебро. По металлу золота, как видно, тренд начался давным-давно. Подтверждение этого тренда мы получили 21 октября. И пока что еще никаких признаков, что тренд сменит направление. На основе последней волны импульса, она как раз началась вчера с максимальной цены и завершилась вчера на минимум. Необходимо было продавать. Сегодня необходимо было продавать с уровня 1090. Стоп-лосс на уровне 1095. 5 долларов. А take profit, конечно, всех это вас интересует. Как без этого? Take profit. Как минимум, как минимум, первая цель 1085. Но в данном случае соотношение 1 к 1 получится. Основная цель это, конечно, 1079. Ну а пока что, конечно, в ожидании. Продажа состоялась и у нас уже небольшая прибыль. И последний металл, серебро, схожая ситуация. Тренд начался давным-давно. И вот на основе последней волны импульса. Вчера она как раз состоялась. Необходимо войти в рынок на продажу с уровня 1444. Опять же, стоп-лосс не был достигнут. Цена не пошла выше. Уровня 1460. Там я рекомендую выставить стоп-лосс. А цели давайте мы определим с помощью инструмента расширения Fibonacci. Итак, как минимум первая цель. Но в данном случае опять же соотношение 1 к 1. 1424. И последняя цель 1407. Вот такие цели. Я надеюсь на то, что вам данная система помогает определить входы в рынок, определить выходы из рынка. Я надеюсь на то, что благодаря нашим анализам, нашим семинарам ежедневным на основе теории Fibonacci вам удается все-таки с точностью определить направление тренда, направление рынка. И также определить смена тренда. Пока что нет изменения тренда. Пока что идем только в одно направление. До тех пор, пока мы конечно не увидим разворот. Разворот мы увидим только опять же на основе трех дней. Если нет никаких вопросов, жду реакцию в чате, жду ваших плюсиков и на этом мы с вами попрощаемся. Я пока что вижу реакцию двух участников, два плюсика, три. А где все остальные? Для того, чтобы найти мои семинары на ютубе, напишите мою фамилию, мое имя Сергей Багрей и появятся все мои семинары. Но опять же, в скором времени я ежедневные семинары буду выкладывать на ютубе. Да, совершенно верно. Дмитрий спрашивает, если в течение дня выяснится, что откат немного сильнее, то нужно ли перестраивать расширение Fibonacci? Обязательно, Дмитрий, обязательно. Обязательно. Сергей Багрей, что такое xsplit.com? Это программа, благодаря которой мы с вами имеем возможность транслировать все наши семинары. Вам, в принципе, в тренинге это не нужно. Ну что ж, давайте тогда прощаться. С вами, как обычно, был Сергей Багрей, менеджер-аналитик официального партнера компании Alpari в городе Кишинево-Республика Молдова. Всем желаю хорошего дня. Не прощаюсь, так как в 17.00 у нас состоится следующий семинар по кросс-курсам. Так что жду всех обязательно на следующем семинаре. А с теми, с кем не увижусь, желаю хорошего дня, хорошего вечера, удачи во всем и торгуйте по правилам. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok